Россия Азербайджану друг, или двуличный товарищ. Умом Россию не понять. Это высказывание одного русского писателя, видимо, актуально к России во все времена. Ясно также то, что Россия опять живет не в свои самые лучшие времена. Так как она наследница Российской империи, а потом Советской. Которая распалась после того, когда три ее славянских республик в Беловежской пуще положили конец существованию, наверное, самой последней империи в мире. А причиной этому акту России, Белоруссии и Украины стало официальное объявление о распаде СССР и объявление о создании на ее месте 15 новых независимых государств бывшего СССР. Хотя ясно было, что СССР развалило Запад, во главе с США. Нет, конечно, без войны, но экономическим уничтожением. И, видимо, Запад в этом развале потратила триллионы долларов. И в первую очередь в обвале цен на нефть. И советская плановая экономика не выдержала этого давления и рухнула. Но надо также признать, что в этом ей помогла ее агент и влияние. И, видимо, главным этим агентом был, скорее всего, первый президент СССР Михаил Горбачев. В окружении которого было много помощников армянской национальности. Достаточно назвать помощника по политическим вопросам Карена Шахназарова, а по экономическим вопросам академика Абеля Аганбен. Да и политическим катализатором в развале СССР стало притязание, а потом необъявленная война Армении против Азербайджана. Которая с помощью Ельцинской и Грачевской России завершила оккупацией наших земель. Но прошло 30 лет и ситуация резко изменилась. Если за эти годы Азербайджан полностью укрепился во всех сферах экономики, транспорта, нефти и газопроводах, логистики, и главное в обороноспособности страны. Армия, так и наша страна стала региональной страной. С которым начали считаться многие страны мира. Чего нельзя сказать об оккупанте и агрессоре Армении. Которая за эти годы скатилась на самое дно в своем существовании как независимой страны. Если конечно же можно считать таковую форпост республику Армению. Усилилась также между нашими странами и информационная война как на просторах бывшего союза, так в мире. Если армяне вначале имели полное преимущество, то в данное время это преимущество сократилось. Но опять армяне сильны не только в странах Запада, но особенно в России. И я говорил и опять повторюсь. Если в политическом плане Армения является «форпостом» России, то в информационном пространстве России доминируют все такие армяне. Которые скорее и формируют ее общественное мнение. И я бы назвал в этом вопросе уже Россию «форпостом» Армении в информационном вопросе. Достаточно посмотреть на это засилье армян и проармянских пропагандистов, чтобы убедиться в этом. Когда такие идеологи от армян, как Маргарита Симонян выступает с шавинисткими высказываниями насчет прихода в президенты к 2040 году мусульманина Нурмагомедова Хабиба. Или то, что этот горлопан, провокатор и поджигатель Симен Багдасаров грозится и предлагает бомбить Украину, Гянджу, Грузию, Турцию и другие страны. А про такого же горлопана и безграмотного Арейка Степаняна и говорить не хочу, вы можете себе представить эти их высказывания в других и особенно в странах Запада. Там, эти их высказывания подпадали бы под уголовные дела. Но, видимо, не в России, где армяне себя чувствуют как рыба, в воде. Но самое противоположное отношение мы видим со стороны российской власти и правопорядка в отношении нашего журналиста и блогера Фуада Аббасова. Который в своей практике ни разу не выступал, как эти армянские поджигатели с правокоторскими высказываниями в межнациональных отношениях. Но, видимо, стал неудобен за свои правдивые высказывания в отношении Карабаха и ее конфликта. Где Россия хоть и заявляет о признании нашей территориальной целостности, но в информационном пространстве можно сказать на стороне армян. Фуад Аббасов был единственным нашим представителем на российских политических ток-шоу. Но который стал неудобен и невыгоден не только армянству России, но, видимо, и российской власти. Когда Фуад неоднократно высказывался о прежней политике имперской России в отношении бывших союзных республик. И политика России, разделяя и властву, и ее политики в отношении нас. Также надо сказать, что Фуад стал невыгоден и нашей диаспорской структуре в лице Азеррус и Азермус. Которые возглавляют полностью себя дискретировавшие Агада Дашкиремен и Мехребан Садычин. Которых можно смело назвать «мангуртами», исходя с схожести позиции российской власти, нашей проармянской диаспории, и армянства России, общими усилиями убрали Фуада Аббасова. Но самое странное в этом деле то, что несмотря на решение двух российских судов о депортации Фуада Аббасова из России, его почь, ему то до сих пор держат под арестом. При этом ему заявляют, что его сколько надо, столько и будут держать. И это правда, так как Россия на самом деле является бюрократично-криминальным государством, где не исполняются ее же решения суда. Да и что ожидать от страны, которая поделена не только по административному делению, но и по городам и поселкам, где наравне с гоструктурами, также управляются так называемыми «смотрящими», когда все поделено на зоны влияния как гоструктур, так и между «ворами в законе», так что Россию нельзя назвать полностью правовым государством. Если с Россией не считается запады, но боятся другие государства поменьше, то чего ожидать от нее странам, хоть и бывшим, братским, но маленьким. Хотя Россия много нам плохого сделала, но мы народ толерантный и не злопамятный. Но, к сожалению, Россия нам не отвечает так же адекватно. А при случае опять нам старается сделать больно и неприятно. И вопрос Фуада Абасова тому пример. Непонятно одно, почему Россия не исполняет свой же судебный приговор о высылке Фуада. Хотя наш МИД даже дало ноту протеста МИДу России. Тогда напрашивается вопрос, почему Россия проявляет такое неуважение к народу и правительству Азербайджана. Или из-за явления о дружбе и стратегическом партнерстве с нами всего лишь пустые слова. И почему мы должны верить России, которая нас новожает и не считается как в партнере и друге. Не пора ли нашему государству подходить к России так же пропорционально. Как говорится, какой привет, такой же ответ. Но меня заинтересовал вот еще один вопрос. Как мы знаем, Запад осторожно и с пренебрежением относится к России. И мало того, что сильно давит на Россию санкциями, так же и по правам человека. Которая недавно подняла вопрос о журналисте Иване Галунове. При давлении народа России и западных структур, Россия вынуждена была освободить Ивана Галунова. Но почему-то мы не видим этих западных организаций по правам человека поднятия вопроса в отношении незаконного содержания под арестом Фуада Аббасова. Так где же эти «репортеры без границ», «Фредом Хаус», «Амнистин Интернейшил» и другие? Ни одна эта организация не подняла своего голоса в защиту и освобождение Фуада Аббасова. Также мы не увидели этой массовой поддержки и со стороны журналистов и организаций по правам человека в России. И что мы видим? Опять двойные стандарты и двуличная политика как России, так Запада. Недавно в одной из азербайджанской газет был проведен опрос. Задавался вопрос, Россия нам дружеская страна, или нет. Когда 70% респондентов ответило, что Россия нам не дружественная страна. А после этой ситуации с Фуадом Аббасовым скорее эти проценты еще более поползут в верхнее в пользу России. А мы как общественности, я как гражданин Азербайджана требуем прекратить этот беспредел и освободить Фуада Аббасова. И думаю, что это мое требование поддержит большинство азербайджанского народа и общества. Свободу Фуаду Аббасову. Автор Габель Мирзоев.